Общий объем тепловых сетей в двухтрубном исполнении в нашем городе составляет 43 километра. Из них только за этот год заменено уже 250 метров трубопроводов, включая трубы большого диаметра. На сегодняшний день успешно пройдены испытания в коммунально-сквозской зоне и в 7-м и 8-м микрорайонах. На магистралях и сетях 2-го, 4-го и 6-го микрорайонов уже устранены 16 дефектов. Но по результатам гидравлических испытаний остается еще 4. Сегодня срок службы трубопроводов уже перевалил за 4 десятка. Поэтому наблюдается и усталость металла, наблюдаются дефекты труб, связанные с коррозией уже от времени. Поэтому испытания с каждым годом выявляют все больше и больше мест, которые слабые на сетях. Поэтому и количество ремонтных работ увеличивается. И, к сожалению, а может быть к счастью, в этом году во время испытаний этими слабыми местами оказались достаточно протяженные участки на главных магистралях, на магистралях большого диаметра. Что связано и с большим объемом и трудозатрат, и временных затрат, и в том числе объемом земляных работ. Поскольку для большого диаметра, конечно, нужны совсем другие котлованы, совсем другие объемы по привлечению техники, людей, сил и средств. Сейчас мы находимся на месте производства работ по расширению зоны ремонта. На трубопроводе как раз ДУ-600. Это большие трудоемкие работы, ответственная магистраль, которая питает половину города, по сути. Поэтому все работы ведутся у нас в том числе с вертурочным, в том числе в выходные. Все для того, чтобы эти объемные работы завершить во время ремонтной кампании, чтобы нам не уходить в отопительный период. Кроме того, в эту ремонтную кампанию мы занимаемся не только испытаниями и ремонтами сетей, в том числе аварийными, в том числе заменами. У нас происходят регламентные работы по обслуживанию и в том числе замене арматуры на тепловых сетях. В частности, в этой камере за моей спиной арматура диаметром 600, которая ростом выше человека была отревизирована. В соседней камере была заменена эта арматура. Это тоже большой длительный масштабный технологический процесс, связанный в том числе с отключениями сетей. Кроме того, мы ведем работы по подготовке всей инженерной инфраструктуры. Это и системы водоснабжения, и системы канализования. Одних только водопроводных сетей мы уже за эту ремонтную кампанию тоже поменяли свыше 240 метров. Часть сетей уже отремонтированы и готовы к испытаниям. Но в связи с тем, что в данный момент ведутся работы на магистралях, коммунальщики не могут включить полную циркуляцию горячей воды. В связи с этим у жителей города возникает масса претензий и вопросов. Именно неоднократность этих отключений, она больше у людей вызывает вопросы. Но на самом деле достаточно много населения понимает, для чего это делается. И понимает, что работы ведутся на серьезных магистралях. Понимает, что все это позволит нам не иметь у себя ситуации, которые происходят в других городах, в том числе крупных, в том числе в нашей Смоленской области. Все мы помним сюжеты достаточно пугающие зимних аварий в городе Смоленске. Чтобы всего этого не происходило, сегодня мы прикладываем все усилия как раз в летнюю ремонтную кампанию. Техники и персонала коммунальной службе вполне хватает, чтобы закончить работы качественно и в срок. Только погода часто подводит. Но несмотря на дожди, в 20-х числах июля коммунальщики планируют завершить с магистральной веткой 2, 4 и 6 микрорайонов и приступить к гидравлическим испытаниям 1 и 3.